Здравствуйте, братья и сестры! Давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу словами из Псалтири «Все что добро или что красно, но ежи жить и братья и вкупе». То есть, что может быть лучше, чем жизнь братьев вместе? Я это имею в виду сейчас наше виртуальное, такое оно вполне конкретное, одновременно и реальное общение, поскольку людям не хватает, всегда не хватало и дальше будет не хватать какого-то нормального, полезного общения, в ходе которого согреваются души, просветляются помыслы и возникает желание жить дальше, причем еще жить правильно. Так что в наше скудное время мы пользуемся костылем интернета и других средств, технических средств связи, для того, чтобы восполнить этот вакуум и согреться в этом вселенском холоде духовного одиночества. Так я к этому отношусь к нашей работе. Так что поехали. Есть вопросов достаточно много. Все непростые, но и хорошо. Вот Ваня спрашивает. В случае мобилизации обязан ли православный христианин браться за оружие и идти выполнять воинский долг? Конфликтует ли это с заповедью «Не убей»? Значит, во-первых, заповедью «Не убей», друг мой. Заповедь «Не убей», как вы помните, это книга «Исход» и повтор этой заповеди книга «Второзаконие». Она обрамлена целым рядом еще других заповедей, которых в целом 613 насчитывают еврейские книжники. И вот там есть заповеди о смертной казни. То есть смертная казнь совершенно прописывается в планы Божьи. Например, в случае злословия или насилия в отношении отца и матери. То есть там злословище отца и мать смертью умрет. Это тут же написано, в той же книге. Или там поднявший руку на отца или мать смертью умрет. Смертью карались какие-то совершенно вопиющие вещи, например, такие, как скотоложство. Оно в скотоложских народах развито, очевидно. Да не очевидно, а фактично. И нужно было убивать и животное, и человека, который совокупился со скотиной. Это просто смерть неизбежна в данном случае для человека, если его застукали на этом позорном деле. Так что заповедь «не убей» не абсолютно. Она имеет целый ряд ограничений, Богом же данных. Поэтому здесь нужно иметь в виду, что «не убей» касается человека невинного, ни в чем не согрешившего, против которого ты лично имеешь какую-то вражду и неприязнь, ты составляешь какой-то хитрый совет, например, и восстаешь на него из корысти, зависти, гнева. Вот здесь есть просто греховные убийства. В остальных случаях, когда власть, например, берет на себя право лишать человека жизни или свободы на всю жизнь пожизненно, там все, в общем-то, более-менее по-божьему. То есть такое право у власти есть. То есть заповедь «не убей» не абсолютно. Она ограничена Богом же, но в целом ряде вещей, которые иначе как смертью не лечатся. Что касается воинского долга, то христианин может служить в армии. Должен ли? Вопрос открытый. В том смысле, что если ты такой последовательный христианин и настолько свято живешь с Богом или стремишься настолько свято жить с Богом, что взять в руки оружие для тебя – это выше твоих моральных принципов, то есть случаи и возможности послужить Богу, не вступая в конфликты с законом. Армия ведь – это не только люди, которые непосредственно на передовой линии, вооруженные, скажем, переносными гранатометами, ручными или стрелковым оружием, вступают в боестолкновение. Армия – это еще инфраструктурные вещи. Это топливозаправщики, это инженеры, это целый ряд ремонтных бригад, которые латают технику после боев. Это банальный повар армейский, это незаменимый человек. Потому что война войной, обед по распорядку должен быть. Это, конечно, санитарно-медицинская служба. И есть много случаев в истории, когда человек говорит, я не хочу брать в руки оружие, это противоречит моим религиозным принципам. Я не хочу ни в кого целиться, ни в кого стрелять, ни ракетой, ни пушкой, ни винтовкой. Но я могу пригодиться. То есть я могу быть инженером, радиоэлектронщиком, я могу быть санитаром, я могу перевязывать и лечить, или вытаскивать с поля боя раненых, я могу служить в Меценбате. Так что воинский долг и непосредственно убийство или приготовление к убийству, они могут быть разведены в разные стороны. Существуют такие формы альтернативной службы для убежденных христиан, для которых это принципиально. Существует. Поэтому и родине послужить, и кровь не пролить чужую, но при этом ты сам должен понимать, что ты выходишь на линию опасности. То есть тебя убить могут. Ведь настоящий христианин, когда он говорит, что я не хочу убивать, он при этом говорит, я могу быть убитым. Вот это христианство. Когда ты говоришь, я никого не убиваю, вы меня не убивайте. Это уже не то, это что-то другое. Потому что христианин говорит, вы меня можете убить, здесь все остается в силе. А вот я убивать не хочу. Для меня это принципиально. Но я буду жертвовать деньги, я буду молиться за вас, я буду, если хотите, буду выполнять другую какую-то слой, буду траншею рыть, извиняюсь. Я буду чинить и латать, например, пострадавшую технику. То есть я механик, скажем. Так что надо определиться тем вопросом. То есть ты готов, не готов, к чему ты готов. И долги родине нужно отдавать. Надо отдавать долги родине. А вот убивать не убивать, это вопрос совершенно ложащийся на твою совесть. Иногда настоящий человек вообще на самом деле. Я помню, это еще, я же учился в тех школах, в те времена, ну, я в Украине учился, когда мы изучали литературу украинскую, язык, ну, каждый день у нас были часы занятий. Я в русской школе учился, но украинский язык у нас был как второй родной. Мы изучали украинскую литературу, и там, досоветскую, и советскую украинскую литературу. Я помню, на одном из уроков украинской литературы нам зачитывали какого-то там, то ли Олеся Гончара, то ли кого-то еще там из классиков советской литературы, какая-то такая военная проза, где устами главного героя человек говорит, я ненавижу войну за то, что она заставляет меня убивать. То есть я не хочу убивать. Я был просто там столеваром или просто колхозником. Я был просто водителем. Я никогда не хотел никого убивать. Но пришла война, и я должен был взять в руки оружие и идти воевать. И я ее за то не люблю, что я вынужден бросить свой мирный труд и идти воевать. Нормальный человек только так к войне и относится. Да никто не хочет воевать, на самом деле. Но есть, кроме хочу-не хочу, есть вопрос надо. Ну вот надо. А вот эти вот шахтеры на Донбассе, там же все первое ополчение состоит из мужиков-работяг, таких, знаете, таких, у которых угольная пыль там и в веки въелась уже давно, и под ногти оно уже не вымывается ничем. Там там мозолистые такие, клешни такие мужские, которые там под землей работают с углем. Они повылазили из своих забоев и взяли в руки оружие, какое могли, и пошли воевать. И вот уже 8 лет, уже 9-й год воюют. И уже многие легли в землю, уже, значит, ушли в другую, души поуходили, как эти косяками белых птиц, в другой мир. Это простые работяги. Он говорит, да я бы и работал бы себе там горнопроходчиком всю жизнь. Вот мне уже 50 лет, там какой-то мужичок говорит, у меня уже внуки родились. Я горнопроходчик, я учился в институте, на котором я под землей как крот рылся все время. Но пришла такая жара, что я не могу под землей сидеть, я пошел воевать. Не потому что я хочу воевать, я должен воевать. Вот это отношение христианина, в общем, нормального человека к этому. Он не хочет проливать кровь, но его ставят в неизбежность, его загоняют в неизбежный угол. Так что вот такие дела у нас в Западе не убей. Каин Авеля убил, потому что его ничего вообще не заставляло это делать. Там была просто зависть, гордость и желание первенствовать. Обида на Бога к тому же была. Почему это я первый родился, я первенец, а почему он лучше, чем я? Короче, там было много духовных вопросов. Ни за деньги, ни за женщину, ни за нефть, ни за границу государственную. Из-за гордости. Вот. Вот это настоящее уби. Вот такое, для такого есть заповедь не убей. А все остальное, вы меня простите, тут уже есть варианты. И эти варианты прописаны вот в этой... Например, кража человека, например. Вот есть, например, такой бизнес доходный, это красть людей. Вот сейчас, например, многие украинцы уезжают на Запад, это уже становится достоянием средств массовой информации. Уезжают украинцы на Запад, ну, бегут от беды. Ясно, что здесь тоже надо жалеть людей, но когда беда большая, как бы ничего не сделаешь. Они бегут. И этой бедой пользуется тоже криминальный бизнес. Во-первых, они за деньги их переправляют на лодке по Дунаю в Молдавию или там куда-нибудь в Венгрию сто кота долларов, на машине через сухопутный переход сто кота долларов. Во-первых, тут же начинают зарабатывать на этом деньги. Кроме того, молодых девушек сразу возникает проблема такая, мы вас устроим, появляются какие-то бабы, какие-то мамочки. Говорит, давайте паспорта, мы вас устроим, потом они куда-то пропадают, где-то там выныривают в каких-то борделях. Понимаете? Так вот, Библия говорит нам, что если кто-то украл человека, украл, с целью сексуальной эксплуатации, с целью того, чтобы распотронить его на почки, например, на печень почки, ну, для донорства органов. Это же страшный бизнес современный. Еще когда только в 2014 году, когда война сильно замутилась на Донбассе, тогда украинцы хотели первый бликскрик устроить, тогда же была совершенно легальная информация в украинских СМИ, что врачи без границ и всякие эти такие полуразведывательные организации засветились на месте конфликта, потому что погибает много молодых людей. Появились какие-то холодильные камеры мобильные. Ясно, там разорвало какого-то мужика гранатой, ну, почки-то целые еще, еще пару часов у него все живое, как бы там еще свеженько. Они, там сразу черные трансплантологи, там эти все эти бизнес, представьте, то есть люди теряют своих сыновей, мужей, как бы, а за ними ездят какие-то мужики, значит, с холодильными, мобильными камерами, для того, чтобы человека распатронить на органы. Это в Украине было еще в 14-м году, и в этом активно участвовал Запад. Это одна и та же банда, на самом деле. Просто одни бандиты улыбаются, другие бандиты просто берут руки оружие, идут убивать. А банда одна и та же, Запад укрыт, это близнецы-братья. Так вот, Библия говорит, что если кто-нибудь украл человека с целью там продажи органов, но раньше такого не было, но сейчас уже появилось, или с целью сексуальной эксплуатации и украденный найден у того, кто украл его, и у этого укравшего нужно предать смерти. И это абсолютно справедливо. И слава Богу, если бы у нас, например, такой закон действовал, вот украли, например, какого-то человека, и потом нашли его через 7 лет, а что он делал там? А он где-то работал, паспорт забрали, и он где-то там на какой-то ферме, как бессловесный раб, за свиньями какими-то ухаживал. Или какую-то женщину украли, и она вынырнула через много лет в каком-то борделе. Она уж там постареть успела. Того, кто украл ее, согласно Писанию, надо предать смерти. В этом случае заповедь «Не убей» не работает. Понимаете, как все непросто? А что вы говорите? Ой, вы такой хороший человек, да нет, ой, вы такой нехороший человек, но мы вас будем перевоспитывать, да, ай-яй-яй, нехороший человек. Вы вот взяли, украли там, значит, там у детей маму там, да? Вот случай современный. Вот современный случай, буквально свеженький. На контрольно-пропускном пункте, на переходе из Мариуполя в свободу, в зону без боев, машины, прорываются люди на свой страх и риск, машина, мужчина, женщина, двое детей. на блокпосту стоят наши вежливые люди. Они тоже уже поднаторевшие, чтобы там, во-первых, они там заставляют снять верхнюю одежду с мужиков, чтобы там расписных полно, по-моему, там всякие там хальгитли разные, там эти, орлы, свастики, там эти, все нацисты, они все набиты нацистскими наколками, все. Редко-редко там кто-нибудь остался чистым, поэтому там сразу видно, какой клиент попал. А тут случай вообще вопиющий. Например, мужик, женщина и двое детей. Они ребенка, иди сюда, малыш, иди сюда. Как зовут твоих папу и маму? Ну, проверить, родные, родители, не родные. Ребенок говорит, это не мои папа и мама. Они убили моего папу и маму, а нас взяли как бы с собой машину, типа они наши родители. Вот возникает вопрос, что делать с этими людьми? Вот он, летопись пишется сегодня. Что я с ними делать? Пальчиком грозить. Как же вы могли? Нехорошие вы люди, да? Вот так вот надо с ними разговаривать. Не знаю, думайте. Думайте сами, решайте сами. Это вот так длинно мы говорим про заповедь не убей. Так что ваши руки будут родине полезны, ваша голова будет родине полезна, ваше сердце будет родине полезно. Для этого не обязательно никого убивать. Но родине нужно послужить. как правильно узнать волю Божию, пишет Алла, с помощью жребия. Почитала, надо написать записки с вариантами событий, положить их за икону, помолиться, достать одну. Это и будет воля Божия. Как поступить, чтобы выбрать? Или это суеверие? Уважаемая Алла, такие вещи встречаются в, ну скажем, в христианской письменности второго звена, что имеется в виду. То есть это не писание, не предание, это такие какие-то вот обряды и традиции, связанные с какими-то известными, почитаемыми старцами. Да, бывает, например, перед людьми стал вопрос уезжать, например, навсегда из страны или не уезжать. Муж говорит, никуда не хочу уезжать, это моя страна, здесь мои родители похоронены, здесь я в школу ходил, а жена говорит, что я там, давай уезжать, там, короче, там наши дети будут иметь будущее. Ну, знаете, как эти все прибацаны кричат о будущем, хотя там будущее совершенно неизвестное. Вообще, будущее – это вообще знак вопроса для всех людей, где бы ты ни жил. Ну, вот, как делать? Она говорит, уезжаем, или наоборот, он говорит, уезжаем. Она говорит, не уезжаем. И они говорят, ну, давай, ладно, бросаем жребий. Беру две бумажки, пишут, да, нет. Там, перетасовали их, там, не знаю, там, действительно, положили там, куда-нибудь, за икону. Ну, и читаю, это кафе с Божьей Матери, там, радуйся невеста, не невеста. Почитали вдвоем. Ну, ладно. Ребенку, говорит, иди сюда, маленького, достанет, но из бумажек. Не я, не она. Достали. Там, не ехать, допустим. Не ехать. Или там, ехать. Ну, короче, один будет рад, другой будет не рад. Ну, все, тогда уже достали, уже делаем, как сказано. Такие случаи бывают, но их не может быть много. Если у вас в жизни уже такой один случай был, и вы так делали, хватит, больше не надо. Если это делать два раза, три раза, четыре раза, пять раз, это превращается в какое-то безобразие какое-то духовное. Это глупость какая-то получается. Это, не знаю, попытка зайти как бы в Божьи тайны с черного хода. То есть не надо этого делать чья. Один раз, ну, бывает так. Вот когда патриарха Тихона выбирали на поместном соборе 17-18 года, так и было. Кандидатуры, значит, там выбирали, сначала там было столько-то кандидатов, потом столько-то, потом столько-то, потом три. И вот там Арсений Стадницкий, там Антоний Храповицкий, там Тихон Беловин. Вот положили в это самое какую-то там шапку, помолили все усердно, Господи, покажи достойного, которого ты выбрал. Привели слепого старца, монаха старого, скрюченного прожитыми годами, с какой-то пустынки там нашли, значит, он пришел туда, слепец, слепец тоже, помолился усердно, перекрестился, и туда, значит, раз, достали. патриархом будет Тихон, Тихон, митрополит Ярославский, там или какой он там был. То есть это, конечно, раз в жизни такое быть может, но люди, они же люди, они стремятся все превратить, как бы на поток поставить. И когда это превращается в ширпотреб, в ежедневную практику, тогда это превращается в какое-то безобразие. Раз в жизни, да, но если это хотя бы даже раз в месяц, то нет, категорически нет. Для того, чтобы волю Божию как-то выбирать и постараться меньше ошибиться, конечно, нужно читать Писание, нужно советоваться с людьми, которым вы доверяете, потому что голос со стороны очень много весит. Вот внутренний голос, он весит по-своему, а голос со стороны весит по-своему. Поэтому нужно советоваться с теми, кого вы любите, и прислушиваться к ним. Вдруг через них Господь вам скажет. Через Библию Святую, через молитву, через причастие, через внутреннее самоощущение, потому что иногда интуиция очень человеку подсказывает. Ложиться на операцию или не ложиться, брать долг или не брать. Опять-таки, уезжать, не уезжать, воевать, не воевать. Это все внутреннее. Но жребий может быть, как я уже сказал, раз в жизни и больше нет. Вот дальше пошел, конечно, жесткий вопрос. Такой, я прям, да, со слезами надо его читать, да. Пишет человек по имени Владимир. Жена изменяет. Дети 9 лет и 15 лет. Жить с ней не могу. Все охладело. Как сказать детям о разводе? Жене еще не говорил, что хочу развестись. Вы очень добрый человек, Владимир. Так, это на всякий случай так я вам скажу. Вы очень добрый, хороший человек. Почему-то вот хорошим и добрым наглые и развратные как раз-то и изменяют. Были бы вы, например, такой Никита Кожемяка, такой, который семерых одним ударом, так сказать. Ну, человек, который как бы поставит все сразу на свои места, как бы, и кому-то придется поступать и на больничный. Вот там меньше изменяют. А вот добрых таких, которые вот добрых, вот люди не ценят доброту. Они вот когда уже разбудят медведя, когда медведь проснулся, чихать начал, как бы, а то, что палочкой в нос тыкали, а потом разнес всех как бы по углам, тогда говорят, а, мы не знали, что такое бывает. Вот так бывает и в государственных отношениях, так бывает и в семье. Зачем вам сейчас говорить, зачем вам сейчас говорить детям вашим? Они этого действительно не понимают. Для них это катастрофа, для них картина мира целостная. Это как вот, вот есть папа, есть мама, есть мы, то есть у них есть некий свой детский рай. Для 15-летнего ребенка это, конечно, уже не рай, потому что уже в этом возрасте человек знает, что мир тяжелый, по крайней мере, тяжелый. Если он еще не знает, что он трагичен, то, по крайней мере, знает, что он тяжел. Но 9 и 15, это еще не тот возраст, когда им можно что-то объяснять. И они будут жертвами этой ситуации. То есть информация, это правдивая информация о том, что происходит, она разобьет в пыль, в осколки. Их хрустальный детский мир. Вот их действительно жалко, этих детей, потому что они здесь ни в чем не виноваты. Поэтому не спешите им говорить. А вот с ней надо поговорить. К ней все охладело. Понятно, что охладело. Это надо быть совсем, как бы, ненормальным, чтобы втроем спать. Она же, когда ложится в постель супружескую, она же тащит с собой того, с кем она спит. Понимаете? Но невидимо присутствует. А нормальному человеку втроем спать не нравится. Вот. Поэтому вы с ней должны поговорить. Как вы там будете с ней разговаривать, этого я не знаю. Представить даже не хочу себе представлять. Но вы должны с ней поговорить. И пусть она скажет своим детям. Пускай она сама возьмет на себя это несмываемое пятно проститутское, значит, на свое чело. Как у Горбачева там пятно на лысине, так у нее будет такое пятно блудницы на челе. Навсегда. Пусть она сама это скажет. Дети, я сплю с другим дядей. Вашего папу я больше не люблю. И папа жить со мной не будет. Папа на меня обиделся? Папа обидчивый, да? Пусть скажет, что у нас папа, дети, папа очень обидчивый. Дети скажут, что это он обидчивый? Не обидчивый. Нормальный. Нет, дети, он обидчивый. Видите ли, я с другим мужиком сплю. Ну вы же взрослые в интернете уже посмотрели, что это значит. Вот. И я вот сплю с другим мужиком, да. Папа обиделся, как бы, и жить со мной больше не хочет. Пусть она, это гулёна, пусть она скажет, это детям сама. Это вообще не ваша работа. Вот. Заставьте её сказать это детям. Всё остальное можете делать, как хотите. это ваша жизнь и ваша жена бывшая. Она уже бывшая. Это тётка уже бывшая ваша жена. Да, кстати. Ещё развод не состоялся, но тётка это уже бывшая ваша жена. Вот заставьте её сказать детям это саму. Пусть она сама скажет. И пусть несмываемое, третий раз уже повторяю, пятно развратницы ляжет на её бессовестную физиономию. Пусть она потеряет вместе с вами также и детей. Потому что она их уже потеряла. Всё равно же не узнают, что брак распался, папа ушёл, там папа не живёт с мамой, потому что мама прыгнула налево. Стыд. Стыд потеряли люди. Давно потеряли, но сегодня у них особенно бессовестно это получается. Смело. Не бояться ничего. Плевали на всё. Людей не стыдятся, Бога не боятся. Вот две составляющие. В Бога не верят, а на людей плевать. Да. Такие вот дела. Это единственный мой совет в данном случае. Если его резюмировать, то вы уже потеряли жену, она уже не ваша жена. Детям вы говорить ничего не должны, но с ней должны поговорить чуть-чуть. С ней вообще не о чем разговаривать. Долго разговаривать с ней незачем. А то ещё разозлитесь на неё в процессе разговора и как бы там больно и сделаете это. Мы этого не хотим. Но нужно принудить её открыть правду своим детям. Пусть она и их потеряет. Раз уж пошла такая пьянка, режь последний бутерброд. Она не достойна быть матерью. Она уже не достойна быть женой, уже не достойна быть матерью. Стоит оно, честно говоря, вот это вот всё блудняк, это там эти дяди чужие, там эти все там эти романтические свидания в снятых квартирах. Она вообще стоит этого, я думаю, нет. Но она, видимо, думает иначе. Ну пусть выгребает по полной. Я так считаю. Почему неканонично ПЦУ? Спрашивает Ольга. Расшифруем это. Православная церковь Украины. Немножко неприлично даже потому, что изначально называлась СЦУ. То есть, ну, сами произнесите, святейшая церковь Украины в этом, в греческой традиции, в тракторе. Она неканонична потому, что в данном случае патриарху... Здесь вообще вопрос не в Украине. Как и в военной операции на Украине, вопрос не в Украине, вопрос в Америке. Украина это просто полигон. Просто Украина как бы дала себя взять в зубы этому демону. То есть, демон взял ее в зубы. А демон бессовестный, бесчеловечный, жестокий, как бы, и согласен воевать до последнего украинца. Ну, американский демон. И здесь тоже самая ситуация. С церковью тоже самая ситуация. Кстати, если бы не было этой ситуации с церковью, не было бы и военной ситуации на Украине. потому что все начинается с церкви. Вот у них был Филарет, митрополит киевский, предатель и изменник Денисенко, и он замутил самую страшную беду в Украине духовный Чернобыль. Он замутил там этот незаконный киевский патриархат. Нарукополагал там незаконных разных священников и епископов, которые не имеют на себе положенной священной хератонии, то есть они не находятся в священном сане. А Варфоломей, находящийся в фарватере внешнеамериканской политики, здесь тоже без американцев не обошлось, Варфоломей усвоил себе, патриарх Константинопольский, не присущую ему роль православного папы. То есть он считает, у них возникло такое новое учение о церкви, новая константинопольская экклезиология, согласно которой константинопольский патриарх якобы это самый главный человек в православном мире, что благодаря ему вообще происходит все остальное. И солнце светит, и дождь идет, и дети родятся. Что это все благодаря ему. Что мы только по великой милости Константинопольского патриарха вообще называемся христианами. И что у нас есть священники, монахи, епископы. Что это только благодаря ему. И что он, соответственно, может делать в церкви все, что хочет. Вот все. Вот назначать этого и снимать этого, рукополагать вот этого и запрещать вот этого. Везде. Он так подумал. Ему так внушили. Он потом это всем рассказал. А мы как-то проглядели эту тему. Он об этом давно уже говорит. Но мы об этом даже не переживали особо. Думали, что он просто сбрендил втихаря. А он не сбрендил. Это была позиция. Это была экклезиологическая позиция. И вот он превысил свои полномочия. Вторгся на чужую каноническую территорию. На территорию русской православной церкви. И признал в епископском сане людей, которые не имеют вообще епископской хератонии. То есть те, которые возглавляют вот эту самую ПЦУ. Он из раскола взял всю эту компанию странных людей. И говорит, а да, вот теперь это будет ПЦУ. И углубил раскол. Он и так-то был раскол на Украине. Раскол – это, знаете, как рана в организме. Кровь течет, как бы человек слабеет. То есть Украина давно уже обескровлена и ослаблена церковным расколом. Филаретовским, в первую очередь. Потом униадство – это вечно хитрая, льстивая и такая улыбочка до ушей, как бы и нож за пазухой. Это такая еще такая веселая контора тоже такая. Униадство – это историческая страшная рана в Украине еще с 1596 года, с конца 16 века. Униадство – это такая тема, тоже мало кому известная, но это корень всех проблем Украины. Униадство – филаретовство. То есть это просто вот такие две кровавые раны, которые обескровливают украинский народ. А Варфоломей еще добавил еще одну рану, еще ПЦУ придумал. То есть в котором, которая, в общем, создана по политическим мотивам в пику Москве и с попранием всех норм канонического права. Вот поэтому она и не каноничная. Поэтому это просто политический проект, американо-константинопольский политический проект. С учетом того, что Константинополя нет на карте. На карте, на месте Константинополя на карте вырос Стамбул. Вот стамбульский патриарх, как бы, значит, он делает то, что прикажет государственный департамент Соединенных Штатов. А этот демон, если куда залезет, никому жизни не дает. Он не оставляет вариантов для нормальной жизни людям. Американский спрут, вот этот демон, звездно-полосатый, это всем демонам демон. Всюду, где он залазит, он лишает людей нормальной жизни. В Латинской Америке, в Африке, в Европе, там, везде. И в Украине тоже. Вот, собственно, почему. Политический проект под крышей американцев, руками Варфоломея, придумавшего новую экклезиологию и создавшего, кроме двух церковных ран в Украине, униадства и филаретовщина, еще третью церковную рану. Пожалел волк-кобылу, оставил хвост до гриву. Это, если кратко. Какие молитвы и акафисты обязательно к чтению в этот пост? Наталья. Значит, уважаемая Наталья, вы можете читать все, что вы хотите. Любую молитву, петь, читать, там, псалтирь, там, или... Если вы там кого-то любите из святых, например, там, ну, не знаю, допустим, Сергия Радонежского или Серафима Саровского, там, или великомученицу Екатерину. То есть, пожалуйста, вы можете петь и читать без сытости, без отдыха все, что вам на душу ложится. Не только в этот пост, но и в любое другое время. То есть, у молитвы нету меры, у молитвы нету нормы. Молитва, говорит, слово Божие не вяжется. То есть, один, например, прочтет, три раза в отчинаш, три раза Богородица Дева, один раз верую, и все, больше он не может ничего. Он как бы сыт, уже наелся, он больше не может молиться, у него душа как бы, ну да, устала, душа устала. Это, понимаете, о чем я говорю? Вы же, наверное, чувствовали, как душа устает. Вот, ты служишь, служишь, молишься, молишься, то на каком-то этапе это чувствуешь, что я больше не могу. Это не ум устал, и не ноги устали стоять на молитве. Это как-то душа уже устала, то есть я больше не могу. И кто-то там почитал чуть-чуть, ему хватит. А кто-то, например, службу отстоял, говорит, еще хочу. И берет, читает кофизму одну, другую, третью из Псалтири. Потом пришел домой, поел, прилег отдыхать, может, не, не хочу отдыхать. Встал, берет там какой-то Акафист Николаевичу Дотворцу, читает Акафист Николаевичу Дотворцу. Закрыл, прочитал, думает, не, еще хочу. Берет там, допустим, Акафист, передал он Тримифунскому. И смотрит, уже пора на вечернюю идти. То есть есть люди, которые не устают молиться. То есть они как живжики такие, понимаете, как орел. Взлетел, как бы, и там в этих воздушных потоках, как бы уже крыльями не машет, там, уже летает, как бы, там, на высокой высоте. А есть такой, который, там, чуть-чуть помолился, как бы, люди же разные, поэтому сколько там в вас влазит, столько пусть и влазит. Вот хочется читать этот Акафист, читайте дома. Дома читайте все, что ходит. Читайте Библию, читайте каноны покаянные, читайте Псалтирь Давидову. Нету меры у молитвы. Молитва – это вечный дефицит. Потому что больше всего не хватает людям. Не денег, нет. Деньги – это вещи, конечно, такие тоже. Их тоже вечно не хватает, но на самом деле нет. Деньги будут. Еще потом очень важная вещь – это времени. Времени не хватает. Говорит, времени не хватает. Так вот, время есть и деньги будут. А вот молитва не хватает по-настоящему. По-настоящему существует духовный дефицит во Вселенной. Это именно молитвы, когда Бог слушает, как бы прислушивается к этому шуму от земли. И там как-то мало вообще-то молятся ему. Из тысяч, тысяч голосов буквально там один, два, там какие-то там что-то там к Богу обращаются. А остальные просто какой-то шум такой, знаешь, шум. Как вот в эфире, как бы, ищешь какую-то волну, попадаешь на какие-то радиошумы, такие шум сплошные, ни одного сознательного слова. Так и в мире, как бы, очень мало молитвы. Богу некого послушать, Богу не с кем поговорить. Так что вперед, Наталья, читайте все, что вашей душе приятно. Про ангелов из Писания мы почти ничего не знаем, пишет Михаил. Михаил, кстати, вот, назвали же вас. Михаил, это кто как Бог. Ил, это Или, Господь, Бог. Но откуда у нас тогда, да, возможно, я ошибаюсь, поправьте меня, сейчас поправлю. Откуда у нас такая конкретика про девять чинов с четкими названиями? Серафимы, Херувимы, престолы, ангелы, хранители и т.д. Имена. Михаил, Гаврил, Еремеил, Рафаил, т.д. А также Падше, Демница, Люцифер. В какой священной книге перечисляются эти имена и чины? Хороший вопрос. Весь этот раздел Писания, он называется, так сказать, ангелология, то есть учение о бесплотных духах. Все они, эти разделы ангелологии, базируются на этой книжке, на Святейшем Слове Божьем, на Библии Святой. Про Михаила говорит нам книга Иисуса Новина. Про него же говорит нам книга Даниила. И еще ряд книг говорит нам про Михаила, как про небесного воеводу, про предводителя небесных бесплотных сил. Про Гавриила говорит Евангелие от Луки. Гавриил, предстоящий пред Богом, благовествующий Деве Марии, зачатие Иисуса Христа, а ранее благовествующий Захарий, рождение его сына Иоанна, называет имя. Другие ангелы, например, таких Графаил, это книга Тавита. Это дефтероканоническая книга, библейская книга Тавита. Там описывается, как архангел Рафаил сопровождал, в путешествиях и исцелял, и демонов выгонял от некого благочестивого мужа Тавии, который является главным персонажем этой книги. Стоит прочитать ее. Рафаил означает исцеление Божие. Как вы слышите, там Гавриил, Михаил, Рафаил, Ил, Ил, Ил. Вот это Ил, это Бог, это семитское слово Бог, Ил. Рафаил, это исцеление Божие, исцеление Божие. Михаил, это кто как Бог? Это имя со знаком вопроса. Потому что Михаил, по преданию, это ангел, возглавивший войну на небе. Об этом пишет, кстати говоря, откровение Анна Богослова. На небе была война. Михаил и ангелы его воевали с дьяволом и ангелами его. То есть вот, пожалуйста, это из откровения. Итак, другие, значит, там, скажем, третья книга Ездры там говорит нам про Иегудиила, значит, и Селофиила. Это Салат, Ил, это Бог, это ангел молитвы. И еще есть там Варахиил, это благословение Божие. Это все есть в разных книгах священного писания. Потом это было сведено, там, значит, девять чинов. Это Херувимы, Серафимы, там, ангелы, архангелы, престола, господства, начало, власти, силы. Это все есть тоже в рассыпанном виде, в разных книгах священного писания. Например, в книге, в послании апостола Павла к Галатам. Вот. И в послании апостола Павла к Эфесиным. Это все рассыпано по книгам священного писания. Сведеного едино это все было в книге Дионисия Ариапагита. Это ученик апостола Павла. То есть это ранний период, это святоотеческий период формирования христианской вот этой как раз мудрости, книжности. Дионисий Ариапагит. У него есть о божественных именах и об ангельской иерархии. Девять чинов, три по три. Вот как они тресвятую песнь поют. Святый Божеств, и крепкостый бессмертный. Три слова, и три раза повторяют. Святый Божеств, и крепкостый бессмертный, помилуй нас. Мы поем ее, по сути, девять чинов, это воспевание тресвятого пения. Святый Божеств, и крепкостый бессмертный. И три, три, еще три. Девять чинов. Так что вам рекомендуется для прочтения, видимо, для ознакомления, в каком-то таком хотя бы поверхностном виде, книга Дионисия Ариапагита о небесной иерархии, где он располагает эти ангельские чины на основании священного писания. Они восходят как бы по степени служения. Они делятся на три части, то есть всего их девять, они три по три располагаются, возглавляются это все небесное воинство старшим из ангелов Михаилом, который возглавляет этот небесный хор. Деница и Люцифер описываются в книге Иеремии, в книге Исаии, в книге Иезыки Иля. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари. А договорил в сердце своем, выше Бога поставлю престол мой. Об этом тоже говорится в книгах пророческих. То есть, по сути, это учение приобрело стройность и такую логическую законченность при помощи богословских усилий людей позднейших, но в рассыпанном виде оно все содержится в священном писании. Это как, если бы, знаете, ну, как любой слиток золотой, например. Это же много разных золотых крупинок, которые просто собрали вместе, переплавили и отлили в ту или иную форму. Вот это же. В виде слитков как бы не существует же золото в природе. Оно в виде комочков, там, самородков, там, песка золотого существует. Потом оно переплавляется и превращается в нечто такое золотой запас. Также и любое учение. Оно рассыпано в мире в виде разных идей, символов, слов, цитат. А потом нужно, чтобы кто-то собрал это все вместе, систематизировал и выдал нам законченную книгу. Так происходит и вот в области богословия, в области исторических анализов, в области, там, социологических анализов. Ну, везде, короче. Так что вот такой краткий ответ, дорогой Михаил, вам по этому поводу. Если хотите, назову вам еще одно имя. Амант Португальский. Это средневековый католический монах, по-моему, где-то 13 века. Он очень подробно описывал все вопросы, связанные с ангелологией. В русскую богословскую мысль эти идеи все потом перешли, значит, в 17 веке и в 18 усилиями Дмитрия Ростовского и Накентия Борисова, наших архиереев, которые работали западными источниками, знали хорошо языки иностранные и переводили на русский язык творения различных западных мистиков. В общем, на эту тему можно много, конечно, поговорить, но посмотрите, боюсь слишком долго топтаться на это имя, но все-таки, смотри, Христос рождается, ангелы поют, «Слава Вышних Богу, на земле мир, человек с их благоволением». Христос должен быть спасен от Ирода, и ангел является во сне Иосифа, говорит, Иосиф, делай так-то и так-то. Он бежит в Египет. В Египте ангел опять является Иосифом, во сне говорит ему, забирай ребенка и, матерь, иди обратно в Израиль. Он возвращается. Значит, Христос в Гефсимании молится, ангелы укрепляют его. Христос умер на кресте и положен в гроб, женщины приходят помазать его миром, в гробу его нет, а сидят в гробу юноши, одетые в одежду белую. Ангел, говорит, не ужасайтесь, Иисуса ищите распятого, его здесь нет, он восстал. А Христос возносится, ангелы стоят на горе Илеонской и говорят ученикам, а что вы смотрите на небо? Сей Иисус как вознесся, так и вернется к вам с небес на землю. То есть мы во всех ключевых событиях священной истории мы видим ангелов. Как же вы говорите, что мы из Писания почти ничего не знаем? Как же не знаем? Мы видим их везде. Куда ни повернись в Писании, мы видим там ангелов. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я даже боюсь сейчас просто продлить эту тему, потому что она способна занять все наше эфирное время, а мне бы этого не хотелось. Но я думаю, вы поняли, что в Библии есть достаточно много об ангелах, и потом все это было проанализировано и превращено в законченное учение церкви о бесплотных ангельских силах. Что нужно знать человеку, который хочет отправиться в многодневное паломничество пешком, чтобы потрудиться для Бога и спросить милости? Что с собой берут? Надейка. Надейка, я думаю, по-украински, на ведьможем вам вид повисто, бубачу, да, что ваше имя такое, где-то вы с Украины, оттуда. Я сам не ходил в пешие многодневные паломничества, поэтому из опыта своего я вам не скажу ничего, но я знаю людей, я даже хоронил некоторых людей, которые прожили длинную красивую жизнь, которые имели у себя в обычае ходить в многодневные пешие паломничества. У нас такая была вера, Царство Небесное, называли верой многодетной. Еще когда я во Львове служил, значит, она ходила в Почаев, сначала с группой женщин, из Львова до Почаева, пешкодралом на старых ногах, это суток трое нужно было идти, ну и суток трое обратно. Ну и пару дней там она жила, в общем, так и 8-9 дней она ходила. Значит, сначала она ходила с подругами, но поскольку не каждые подруги умели молиться всю дорогу идти и псалмы петь, а разговаривали, болтали, как бы это такое празднословие, для паломника это смерть. И она стала ходить сама. Старенькая уже была, но такая бойкая. Первое, что нужно сделать, нужно разработать маршрут. Нужно рассчитать свои силы, сколько километров вы можете пройти пешком. 15 или 20, сколько там, сколько всего маршрута. То есть сколько вам нужно остановок, и где вы будете ночевать. нужно взять с собой запасную обувь. Исходя из вот Тихорецкий крестный ход там, или там еще какие-то там у нас есть крестные ходы, вот люди, нужно взять с собой запасную обувь, какие-то там кремы, мази, лейкопластыри, потому что ноги сотрете. Есть большой риск стереть ноги. Хорошая, удобная, мягкая обувь, полуспортивная и запасная обувь. Перемену белья, зарядку на телефон, телефон сам с собой, и маршрут разработанный. То есть сколько нужно пройти пешком, где остановиться, где вы будете ночевать. Или это будет хостел, или это будет какой-то храм, где вас примут. То есть нужно позвонить, договориться. То есть нужно разработать, еще раз говорю, маршрут. Все. Больше ничего. Взять с собой деньги на всякий случай, с тем, чтобы если вы, например, вывихнете ногу там, или у вас там начнется расстройство желудка там, или обморок какой-то, или головные боли, что вы могли сесть на такси, на автобус, чтобы ту часть пути, в которой вы не сможете идти, чтобы вы поехали на транспорте. Или туда, или придется срочно вернуться обратно. То есть паспорт, деньги, телефон, зарядка, телефонная сменная обувь, сухое белье, удобный рюкзак на спину, то есть это не должен быть ни чемодан, ни сумка, молитвенник, или акафистник, или псалтирь. Что же вы будете читать по дороге, потому что нужно в паломничество идти. Только с молитвой, а не с болтовней. Идти в наушники музыку слушать, то лучше никуда не ходить. Надо брать псалтирь и идти с псалтирью в руках. И знать, куда ты должен дойти сегодня, и где остановиться. Все, что нужно для многодневного паломничества. Ну, конечно, здоровье, желание, благословение. Все. Бог помощь. В свое время был на территории государства, где были боевые действия. Лично в них не участвовал, но звание ветерана боевых действий имею. И медаль. Это может быть Афган, например, да? Да, Максим пишет. Мне становится стыдно за то, что сейчас наши бойцы действительно участвуют в настоящих боевых спецоперациях, а не так, как я в свое время. Поэтому, наверное, я не достоин этого звания. Отчего так? Это зависть или что-то другое? Это не зависть. Смотрите. Ну да, то есть вас Господь пожалел, поберег, помиловал. Но вот эта вот медаль, которую вам дали за участие в боевых действиях, она как бы сейчас печет вас, она жжет вас каким-то укором, что я же не стрелял и в меня не стреляли, я не рисковал собой этим толком и получил медаль, как бы, какой же я участие. Но было мне тоже было бы стыдно, да, носить такую медаль. Что бы я делал? Ну уже с тех пор прошло много лет, уже, наверное, постареть успели. Я не думаю, что нужно прямо сейчас брать в руки оружие и бежать туда, чтобы получить потом медаль за настоящие боевые действия, если останешься в живых. Дело такое. Это не зависть, Максим. Мне кажется, это не зависть. Это совершенно такая здоровая реакция нормального человека. Это есть такие жулики, бандиты, воры всех мастей, которые специально приезжают в зону проведения боевых операций на полчасика, чтобы отметиться потом в карте прибытия, маршрут прибытия, и потом донести, доложить, дескать, а я вот был там в непосредственной близости от работы вражеского снайпера. И потом это добавка к пенсии, лишняя лычка, лишняя звездочка. В общем, все это известно. Это было давным-давно и везде. Во всех армиях мира найдется какой-нибудь такой шнырь, который сам не воевал, но захочет потом быть обвешанным более всех медалями. Это мерзкое явление, бойцы таких не любят, да и люди таких не любят. А вот они сами себя любят. Но я вас должен обрадовать, что вы не из них. Потому что если бы вы были из них, вы бы наоборот говорили, да я тоже воевал, у меня медаль за участие в боевых действиях. А у вас совесть есть, и вы наоборот говорите, что я вот медаль-то я имею, но как бы конкретно вот я не заходил в эти оккупированные города, не защищал от снайперов чердаки. Мне стыдно, что медаль-то у меня есть, а боевого опыта нету. Поэтому никакой зависти здесь нету, здесь есть нормальная совесть нормального человека. Кто может воевать, должен воевать. Кто не может воевать по разным причинам, но имеет веру, должен сильно молиться, много и сильно молиться. становиться на молитву прям как на пост номер один и стоять на молитве часами и умолять Господа сил, как вот прям как написано, Господи сил с нами будет и много бы разве тебе помощников скорбях неимого. То есть нужно на молитву становиться. Есть люди, которые участвуют в этой беде через волонтерство, которые целые годы жизни потратили, еще когда все как бы балдели и слюну на бороду пускали. Им было всегда лампочки всем. В Украине тоже было до лампочки там их спрашивали, а у вас в Донбассе война? Говорит, ааа, шо там эти, как они их называли? Даунбах, даунбах, как-то так унизительно так называли, презрительно, так вот, ааа, они сами виноваты. Да шо, шо второго украинца остановит в свое время? У вас же война на Донбассе, там же бомбят, РЗСО лупят, грады лупят по мирным городам. Говорит, ааа, донбаш, шо такое Донбасс, они сами виноваты. Сейчас я не знаю, что они там сейчас говорят, сейчас запекло уже конкретно другим людям, как бы, они теперь уже кричат другие слова. Значит, это самое. Так вот, есть люди, которые годами, уже три, четыре или более лет возят туда, на Донбасс, гуманитарную помощь, там, какие-то памперсы, детское питание, лекарства, первой необходимости, продукты, вещи, там, какие-то одеяла, какие-то стекло, чтобы вечно там залатывать эти выбитые взрывной волной, там, стекла, там, в простых домах. Этим занимаются, на самом деле, ну, может быть, не сотни, а может быть, и сотни человек. Причем, постоянно занимаются этим. Они буквально нарисовали жирный крест на своей семье, карьере, на личной жизни, на отдыхе, и годами просто залезли в чужую беду. В чужую беду. Залезли прям с головой. И не вылазят из нее, и помогают. Одни воюют, другие помогают пострадавшим мирным. Третьи стоят на молитве перед Господом сил и умоляют его благость о том, чтобы он сделал все правильно и хорошо, как он сам знает. Вот, чтобы фашистская гадина была раздавлена. Что тут фокусничать? Гляньте на икону великомученика Георгия. Кого он там копьем лупит в чердак? Гадину, то гада змея этого паскудного, извивающегося, который там не может до Георгия дотянуться, он хоть коня укусит, хоть что-нибудь сволочь сделает. Он такой. И Георгий там делает ему все, что нужно сделать. Ну, а что тут уже фиговыми листиками прикрывать? фашистская гадина должна быть уничтожена и растоптана конями святого Георгия. Кто может, вперед. Кто способен к этому, вперед, не сиди. Кто не может уже там по возрасту, по болезням, по другим делам, или он там занимается другим делом, не менее важным, но другим, там, менее публичным, там, и так далее, занимайся своим делом, как бы, работай на победу, работай на народ свой, на церковь свою. То есть делай все, что в твоих силах. Так что и я, и ясно, что человек, который имеет совесть, он всегда считает, что я работал плохо, я сделал не все, или там, меня похвалили там за что-то, а я, в принципе, ничего хорошего такого не сделал, и мне стыдно, что меня хвалят. Знаете, нормальному человеку должно быть стыдно, что его хвалят. И это все есть у вас, друг мой, насколько это видно из вашего вопроса. Поэтому мир вашей совести и молитва от вас теперь за наших солдат и офицеров, и генералов. Что есть исповедание веры? И как христианин обязан исповедовать свою веру в современное время? Я вам совершенно маленькую вещь скажу, Иван. Если вы будете, например, вот проезжаете вы, например, в трамвае мимо церкви, смотрите в окно, проезжает храм. Вот тут мы находимся, в студии, там недалеко, условно, рядом храм, допустим, там Святого Власия, например, или сорокамочников севастийских. Вот проезжаешь на трамвае, и ты просто перекрестился. Просто. Если ты знаешь, например, молитву какую-нибудь, вот я читаю молитву из Великопостного чина возле каждого храма, если не забуду, конечно. Небесный царю, веру утверди, языки укроти, мир умири, святый храм сей, добре сохрани, прежде усопши отцы и братью нашу в селениях праведных учини, и нас в покаянии прими, благо человека любит. Ну, длинная немножко молитва, но тем не менее. Так вот. Вот вы просто перекрестились возле храма и пошептали про себя молитву. Я уже неоднократно замечал. Кто-то видит, тут начинает кто-то тоже креститься, начинает тут же. Потому что, говорит, я тоже христианин, как бы, а, да, храм, о, храм, да, Господи, помилуй. Понимаете? Так вот, никто не перекрестится, никто не перекрестится. Один перекрестился, сразу смотришь, там, там, там. Это исповедание веры. У меня один молодой человек сказал, если бы в Москве, берем только Москву сейчас, большой город, все понятно, если бы в Москве каждый крещеный человек, проходя мимо храма, замедлял свой ход или останавливался, поворачивал в сторону храма, говорил бы, отче наш, ежеси на небесе, и перекрестил, или просто перекрестился бы и пошел дальше. Или это, Господи, помилуй, и пошел дальше. Если бы возле каждого храма каждый крещеный человек искренно, без всяких выпендрежей, осенял себя крестным знаменем, мы бы все удивились, как нас много. Вот вам современное исповедничество. Всего-навсего. А уже потом, надо уже там заступиться за слабого, там, исповедать имя Христа, значит, перед неверующими. Это все, там много все. Начните с маленького. Возле каждого храма остановиться, замедлить ход и осенить себя крестным знаменем. С короткой молитвой. Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. И пошел дальше. И со временем мы просто расцветем от удивления, Боже, как много христиан, как много русских христиан в столице нашей Родины. Вот и все, вот это маленькое исповедание. Заповеди, которые даны во второзаконии или книге Левит, дополняют ли Святой Евангелие или это были просто заповеди для еврейского народа, чтобы хранить истинную веру. Евангелие нельзя дополнить, Дмитрий. Это есть полнота, наполняющая все во всем. Но заповеди, книги, второзаконии или Левит, это заповеди вечные тоже в том смысле, что в них содержатся божественные принципы устроения человеческой жизни. Вот, например, я уже говорил об этом, еще раз с удовольствием скажу. Например, есть заповедь «Не сбивай с дороги слепого». Думаешь, надо же, где ж такие сволочи есть, которые берут и сбивают с дороги слепого? Есть такие сволочи, я скажу где. Здесь есть духовный смысл. Например, вы приходите в банк и в банке вам дают какой-нибудь простынюс там с договором, там мелкими буквами написано. И вы там ничего не понимаете в этом договоре. Вы, допустим, берете какую-то там ипотеку или кредит, а вам говорят «Да подписывай быстрее, и тут все нормально». А ты еще не успел прочитать, да ты и не понимаешь ничего. А там самые главные, самые опасные слова написаны мелким-мелким почерком, вообще внизу, так, что и в очки не видно. Ты говоришь, «Да подписывай быстрее, что ты там читаешь?» Ты говоришь, «А, ладно, подписал». А потом получилось, что ты подписал себе смертный приговор, что в случае там задержки, проплаты у тебя забирают квартиру, там в случае там чего-то там забирают это. И они знали об этом, а ты не знал. Потому что они знают, как работать с документами, не составляют документы, хитрыми формулировками, мелкими буквами пишут всякие подлые условия. А ты этого всего и читать-то не умеешь и понимать не научился. В данном случае ты слепой, то есть ты не понимаешь ничего в этом. А они зрячие, они все в этом понимают. И вот если человека обмешурили где-нибудь вот в таких всяких там договорах, там какие-то там на квартиру, вот мошенничество, да? Любой мошенник – это зрячий человек, обманывающий слепого. Вот выбей заповедь. Проклят тот, кто сбивает слепого с дороги. Не нужно настоящего слепого с дороги сталкивать. Не надо. Но любой мошенник, который у бабки, значит, с пенсии выдуривает деньги себе на карточку, обманывая ее по телефону, или еще что-нибудь, там продает какой-нибудь, какой-то герболайф какой-нибудь, какой-то на мусорнике нашел, как бы взял, продал за сумасшедшие деньги. Теперь вы будете есть герболайф и будете здоровы. Он-то знает, что это все ерунда. И он зрячий, а ты слепой. Поэтому любое мошенничество описывается заповедью «Не сбивай с дороги слепого». Вот таких заповедей в книгах Старого Завета «Во!» Левит, Второзаконие, Исход. Это нужно читать, понимать, изучать, запоминать и проповедовать, чтобы люди знали, как жить. В этом смысл этих старых заповедей. Постараемся успеть. Есть ли какая-то молитва перед зачатием ребенка? Чем посоветовать заниматься чаще всего беременной женщине? Перед зачатием ребенка есть молитва в книге Тавита, где Товия молится перед первой брачной ночью со своей супругой. Надо найти и почитать. Я сейчас просто боюсь не успеть. Там попросят «Господи Боже, беру себе сестру, мою не для похоти, она как жену благослови нас, дай нам состариться вместе». Я слышал, что в самый момент зачатия благочестивые евреи должны были произносить в уме слова «Исполняю твою святую заповедь». Вот именно слово «плодитесь и размножайтесь». Не знаю, верно ли это, потому что я не проверял по источникам, по аналам, но я думаю, что какая-то молитва может быть и в этом времени. То есть «Господи, помилуй нас, благослови нам зачать ребенка». Это действительно хорошо и свято, и со страхом Божиим, и с любовью друг к другу надо сойтись с тем, чтобы именно зачать ребенка. Это благословенное дело. К сожалению, большинство людей совершенно по-другому об этом думают, поэтому у нас и рождается не всегда то, что мы хотим. А чем заниматься беременной женщиной? Заниматься всем тем, что не вредит ребенку, в том смысле, что то, чем занимаетесь вы, этим занимается он. Надо слушать Моцарта, ну, условно говоря. Надо слушать Моцарта и Гайдена, и Рахманинова, и, допустим, Сверидова. В общем, надо слушать хорошую музыку, потому что ребенок будет ее слушать, ему будет хорошо. Нужно смотреть на красивые пейзажи, как Вивьен Ли, одна старая индуска говорила, вернее, маме, которая была беременна, Вивьен Ли, говорит, смотри на Гималайи, ребенок родится красивым. Если маме в глазах красиво, то ребенку внутри хорошо. Она должна читать Писание, слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино, быть на природе, дышать свежим воздухом, разговаривать со своим малышом, и молиться Богу, и причащаться святых христовых тайн. Это то, что нужно беременной женщине. То есть с вашей стороны вы сделаете максимально для того, чтобы ребенок еще внутри вашего организма был с Иисусом Христом, чтобы он прикасался к благодати Божией, чтобы эта умиротворенность и красота, которая находится в вашем сознании, в ваших глазах, в ваших устах, в ваших ушах, чтобы она приимательно передавалась на ваше дитё. Вот так вот, да. Курить, выпивать, матюкаться, слушать хард-рок не рекомендуется. По аналогии. Можно ли получить удовольствие от церковной службы? Или это большой труд? Как священник ощущает свою службу? Я не знаю, как ощущает свою службу отец Доримедонт в Бродиловой пустыне, и не знаю, как ощущает свою службу, допустим, там Ирей Ксенофонд из Шаталова монастыря. Но я знаю, что служба это ни с чем не сравнимое удовольствие, которого не заработаешь и не купишь. Это радость от Духа Святого, это незаслуженный дар Господа Иисуса Христа грешному человеку. Ничего красивее службы я не знаю. Я бывал во многих музеях и прочёл очень много книг. Я какое-то время пытался разобраться в музыке и много её разной наслушался. Особенно мне интересно было разговаривать с людьми, которые хорошо понимают музыку. В общем, я видел много красивых мест на земле и участвовал в разных красивых событиях. Но я вам скажу, что всё это детские тряпки и мягкие игрушки по сравнению с настоящей красотой. Единственной красотой, наверное, которая есть на свете это богослужение. Ничего красивее богослужения нет на свете вообще. Аминь. И самое торжественное, огненное, небесное, всепроницающее, всепросвещающее, всеблагодатное дело это хвалить имя Господне со всеми теми, кто разделяет твою веру вместе на богослужение. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа, стоящие во храме Господне, во дворах Дому Бога нашего. Так что, конечно, дух бодр, плоть немощна. Ноги болят, глаза болят, устает душа, болезни посвящают человека, грехи мучают душу, вот что мешает молиться. Но если все разгрести в стороны, самая красивая, самая великая вещь это богослужение православной церкви. Аминь. Две секунды осталось. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok